Банк России ЦБ все же говорит об увеличении волатильности и в целом негативных настроениях по этим самым инфляционным ожиданиям. Одной из возможных причин неожиданного роста стало снижение в первом квартале реальных располагаемых доходов. Рост ощущения недоступности определенных товаров при неизменных ценах, которые часть населения может воспринимать как рост цен. Больше всего респонденты отмечали рост цен на услуги ЖКХ, топливо, некоторые виды продовольствия. Эксперты говорят, что зависимость их от реальных располагаемых доходов возможно будет давить на инфляционные ожидания в следующие месяцы. Фактически ключевая ставка может быть снижена уже во втором квартале года. Такие комментарии аналитиков начали появляться на этой неделе. Это же допустил и ЦБ. Часть экспертов назвала предстоящие заседания 14-го и не решающим в вопросе снижения ставки. Если в апреле-май экономический рост будет слабым, а инфляцию удастся удержать, то этого будет ЦБ достаточно уверены экономисты. О последствиях решения ЦБ сохранить ставку и дальнейших перспективах сейчас поговорим с экспертами нашей студии. У нас в гостях Вячеслав Белобородов, руководитель направления экономического отдела отделения Пермуральского, главного управления Банка России. Также Игорь Мерзлов, доктор экономических наук. Господа, приветствую вас. Спасибо большое, что принимаете участие в этой программе. Вячеслав, наверное, первый вопрос к вам. Пятничное решение ЦБ, ставка сохранена 7,75. Причины такого вообще решения? Банк России подробно изложил свои доводы в пресс-релизе, который был выпущен. Здесь Банку России было важно учесть ряд факторов, как внутренних, так и внешних. И все-таки опасения того, что инфляция будет находиться в тех границах, которые заданы прогнозом, они оказались превалирующими. При этом ситуация в целом развивается достаточно позитивно. Ну сколько сейчас? Таргет ЦБ был? Таргет у нас всегда 4%. По итогам марта инфляция была 5,3%. При этом по состоянию на 22 апреля инфляция составляет 5,1%. То есть она снизилась. Чуть повыше ставили, такую планку ожидания. Она снизилась и по нашим оценкам находится даже ниже прогноза изначального. По оценкам Банка России в марте инфляция прошла свой пик, и дальше она должна снижаться. И вот если мы в апреле увидим действительно замедление инфляции, то это будет очень веским доводом для заседания 14 июня. Сейчас к нему еще перейдем. Игорь, что касается инфляционных ожиданий, они уже традиционно приближаются к 10%. То есть население по-прежнему, может быть они определенные виды продовольствия только отслеживают, поэтому такие инфляционные ожидания высокие. С одной стороны, действительно, официальная методика, которая используется для расчета инфляции, она зачастую, по мнению ряда экспертов, ему тоже требует определенных корректировок и уточнений. Но тем не менее, мы все-таки имеем официальную позицию, официальную методику, и тот уровень инфляции, который он есть, он действительно выше запланированного, но я согласен с коллегой, тренд ведет к ее замедлению. И тем самым мы понимаем, что общая макроэкономическая ситуация в стране, она имеет достаточно устойчивый стабильный характер. То есть ЦБ, в принципе, нужно продолжать следить за вот этим показателем инфляционных ожиданий, которые выросли до 9,5%. Безусловно, безусловно. Это одна из основных функций ЦБ любого государства. Это сейчас один из очень важных факторов инфляционных ожиданий. Вы сказали об инфляционных ожиданиях населения, но очень важные инфляционные ожидания предприятия, они сейчас находятся на достаточно высоком уровне, но снижаются. То есть вот то, о чем мы говорили, один из основных факторов ускорения инфляции в начале года, это реакция производителей на повышение НДС. Мы видим, что влияние этого фактора оказалось более слабым, скажем так, нежели прогнозировалось. Мы считали, что эффект будет более выраженным. Многие производители начали переносить повышение ставки НДС еще в конце прошлого. В ноябре, еще в декабре. Поэтому потенциал вот этого повышения, он на сегодняшний день практически исчерпан по оценкам Банк России. И это дает как раз основание предполагать, прогнозировать замедление инфляции дальнейшее, соответственно, возможность снижения ключевой ставки. Видите, Игорь, вы вот такое замедление некое, которое сейчас... Потому что вот, например, аналитики рейтингового агентства «Эксперт» говорили, что в мае будет пик инфляции. Это вот было перед заседанием ЦБ, это появлялся в четверг, это мнение и так далее. То есть есть ощущение, что сейчас все-таки замедляется? Возможно, возможно. Тем более к лету всегда имеет место сезонное снижение уровня инфляции. С учетом стоимости продуктов питания, в первую очередь, это да. С другой стороны, возвращаясь к промышленным предприятиям и промышленности в целом. С одной стороны, действительно, инфляционное ожидание официальной позиции ЦБ, и мы с ней согласны, подтверждают, что ожидания по увеличению налога НДС не сбылись в том объеме, как это изначально ожидалось. Но с другой стороны, важно понимать, что и уровень деловой активности не вырос. А возможно, даже он и замедляется. И поэтому в целом оценивать ситуацию, как обеспечивающую какой-то потенциал дальнейшего роста реального сектора экономики, к сожалению, мы этого не видим. И поэтому долгосрочные перспективы относительно того, что будет с валовым продуктом, здесь оставляют большие вопросы. Соответственно, уровень инфляции мы, может быть, и удержим, благодаря, в первую очередь, усилиям ЦБ, но с другой стороны, как это повлияет на рост промышленного производства. И здесь порой эти два фактора противоречат другому. Этому росту могло бы поспособствовать снижение номер 25, которое, допустим, в июне оно состоится? Конечно. Для Банка России, несмотря на то, что экономический рост не входит в мандат Банка России, тем не менее, это является одной из ключевых целей экономической политики государства вообще. И Центральный банк не может сбрасывать это со счетов. На сегодняшний день мы ожидаем, что в 2019 году ВВП увеличивается максимально 1,7%. Конечно, впечатляющим этот рост назвать его нельзя. Но о чем говорил неоднократно представитель Банка России, для того, чтобы рост был более активным, необходима структурная реформа. Поэтому Центральный банк сконцентрировался на достижении цели по инфляции. И это создаст определенные благоприятные условия для действия правительства, для действия экономических агентов. В этом Центральный банк видит свою роль, прежде всего. Игорь, сколько раундов ждете снижения ставки в этом году? То есть будет ли это один, либо два? Вы знаете, возможно, при условии сохранения текущих макроэкономических тенденций, уровень инфляции, уровень цен на нефть и неизменность политики ФРС. Заседание, как мы знаем, ближайшее 1 апреля. И куда сдвинется, там прогноз более неоднозначный в сравнении с прогнозом по решению нашего Центрального банка. Поэтому при прочих равных условиях, о которых я только что сказал, возможно, двойное снижение по 25 пунктов каждого. Стоит напомнить, что в прошлом году было двойное повышение, вовсе сложность на полпроцента. Соответственно, можно ожидать, что будет возврат к тому уровню, который был летом прошлого года. То есть, грубо говоря, Вячеслав, не знаю, Центробанк, если вернется к среднеизвешенному, там 7-25%, в принципе, это такое нейтральное состояние может сохраняться 1-2 года. Банк России оценивает соответствие ситуации своему базовому прогнозу. Если ситуация будет развиваться, о чем мы сейчас с вами говорили, в соответствии с этим прогнозом, действительно допускается снижение ключевой ставки уже во втором, в третьем квартале. Ключевая цель – это приближение денежно-кредитной политики к нормальному состоянию, к такому, который будет действительно обеспечивать и экономический рост, и достаточно приемлемые денежно-кредитные условия для предприятий. Но пока никто все равно не допускает, что ставка может быть 5-6%. То есть, таких даже комментариев нет в ближайшей перспективе? Ну, все, наверное, возможно. По идее, она должна быть где-то в районе таргета, но это же в теории. Нам очень важно, как это все будет действовать на практике, тем более, что Россия немножко отличается по своим экономическим условиям от тех стран, где были разработаны основные постулаты таргетирования инфляции. Поэтому задача здесь, конечно, усложняется. Мы в какой-то степени идем такой непротворенной дорогой, поэтому будем смотреть, как будет развиваться ситуация, будем принимать соответствующие решения. Есть мнение, Игорь, наверное, к вам вопрос с точки зрения того, что Центробанк тем, что ставку пока держит все на прежнем уровне, пытается сдержать растущий сегмент потребительского кредитования, который по-прежнему растет. Хоть два повышения ставки было в прошлом году, все равно сегмент продолжает расти. А у населения зарплаты не растут. У Центрального банка, помимо уровня ставки, есть и более действенные инструменты по сдерживанию роста портфеля, в частности, нормы резервирования, нормы обязательных резервов, которые банки обязаны формировать по кредитованию. Поэтому этим инструментом в этом году Центробанк уже воспользовался, гайки немного закрутил, скажем так. Поэтому я бы напрямую связь между уровнем ключевой ставки и влиянием ее на объем кредитования не делал. Здесь, скорее, в первую очередь работают другие инструменты Центрального банка. Вячеслав, триггеры какие должны быть, чтобы ЦБ снизил ставку? Ну, допустим, не в июне, а даже в июле, если может быть. Ну, прежде всего, в соответствии базовому прогнозу. Базовый прогноз – это приближение инфляции к уровню 4%. В первую очередь нас интересует, поскольку инструменты денежно-кредитной политики имеют длительное действие, нас интересует, прежде всего, развитие ситуации в первом полугодии 2020 года. То есть, если мы в первом полугодии 2020 года увидим, что инфляция приближается к 4% по нашим прогнозам, то снижение ключевой ставки вероятно, очень вероятно. То есть, в принципе, новые прогнозы могут прозвучать как раз в комментариях после 14 июня? Я думаю, что даже по итогам апреля у аналитиков и у аналитиков ЦБ будет понимание того, как развивать ситуацию. То есть, главный триггер инфляции? Конечно. Это всегда для Центрального банка ключевой показатель, который вам будет отталкиваться. Отлично. Спасибо, господа. Вячеслав Белобородов, наш студий руководитель направления экономического отдела отделения Перм, Уральского главного управления Банка России, Игорь Мерзлов, доктор экономических наук. Спасибо. Сейчас на РБК небольшая реклама. Оставайтесь с нами.